Меня зовут Анна Денисовна Рапопорт, я работаю в этом учреждении. Оно называется Академия постдипломного и педагогического образования. И главная задача этого места и всех, кто в нем работает, это повышение квалификации педагогов Петербурга. Мы работаем с воспитателями детских садов, с педагогами дополнительного образования, но, конечно, больше всего учителей обычных средних школ, гимназий, лицеев. И именно поэтому мы с удовольствием приняли здесь передвижную выставку, которую вы здесь и видите в этом зале. Выставка называется «Разные войны. Школьные учебники о Второй мировой войне». И посвящена она тому, как освещают учебники шести стран историю Второй мировой войны. Для того, чтобы эта выставка появилась, работала довольно большая группа ученых, историков, общественных деятелей из шести стран. Россия, Германия, Литва, Польша, Чехия и Италия. Соответственно, историки, специалисты каждой страны анализировали учебники своей страны. И сами учебники вы тоже можете здесь увидеть. И работа у них велась по двум направлениям. Первое, они пытались вычленить какие-то основные сюжеты, основные подходы, те взгляды, которые общество через учебники преподносит детям. И именно вот эти сюжеты описаны вот в этой части выставки. А вторая часть работы рабочей группы была связана с тем, что историки из шести стран анализировали сквозные темы. Эти темы представлены во второй части выставки. Это договоры о ненападении между Германией и Советским Союзом, тема Холокоста, тема памяти, тема жертв войны, последствий войны. И одной из этих тем стало насильственное переселение и депортация. Поэтому мы проводим в рамках выставки разнообразные мероприятия. Есть здесь и обзорные экскурсии. И сегодня мы пригласили вас на семинар, посвященный именно насильственным переселениям и депортациям. Но если выставка посвящена глобальным вопросам, как передаются эти темы вообще в учебниках разных стран, то, поскольку выставка находится в Петербурге, мы посчитали нужным и возможным раскрыть эти темы более глубоко и более тщательно на нашем местном петербургском материале и тем, что происходило в окрестностях тогдашнего Петербурга, то, что тогда называлось Ленинградская область, а туда входили помимо нынешней Ленинградской области и Новгородская, и Псковская, и даже фрагменты Мурманской области. Поэтому сегодняшний семинар мы предложили, даже не то, что провести, а принять в нем самое активное участие, Ирине Васильевне Черказьяновой, доктору исторических наук и основному в Петербурге специалисту по истории петербургских немцев. Да, это я говорю... А? Да. Вот, поэтому финны сегодня появятся, но появятся, видимо, так, на вторых ролях, и основная речь будет про немцев. Но прежде чем я предоставлю слове Ирине Васильевне, хочу обратить ваше внимание на то, что в рамках самой выставки, вот здесь я вывела на экран стенд, посвященный тому, как освещается эта тема в российских учебниках истории, и вы верите, что тема эта чрезвычайно пульса освещается, да? То есть здесь мы можем прочитать о том, что немцы причисляются в ряду остальных народов, финнов здесь вообще не упомянуто, да? И другие учебники тоже говорят об этом факте буквально в одной-двух строчках. Более подробно вы можете познакомиться с этими стендами, вот на зеркале они висят, да? Эта тема более подробно освещается, например, в немецких учебниках, где большой очень блок выделен на разговор о том, как, собственно, Германия интегрировала в свое общество тех, кого депортировали из России в том числе, да? Кого депортировали из территории Польши, Чехии, кому вот события Второй мировой войны многочисленными немецкими колониями не позволили оставаться на тех территориях, где они раньше проживали. После того, как Ирина Васильевна расскажет нам все, что он сможет, да, у нас будет обсуждение, дискуссия, поэтому вы, пожалуйста, готовьте вопросы, записывайте, да, собирайте, и мы постараемся обсудить, может быть, и исторические, и педагогические контексты этой темы, как можно говорить об этой теме, и вообще нужно ли говорить об этой теме с детьми, с школьниками современными, в каком возрасте, какими способами, какими методами, насколько вообще это может быть актуально для нас, всех нынешних, сегодняшних петербуржцев. Так что, Ирина Васильевна... Посмотрите, пожалуйста, одна поза. Нельзя ли там что-то закрыть, чтобы спину не дуло? Хорошо, сейчас я закрою. Я еще хотела сказать ответ на уже прозвучавший вопрос о видеозаписи. У нас сегодня второй семинар. Первый семинар прошел неделю назад, обумен посвящен теме Холокоста у стен Ленинградской области. Третий пройдет через неделю, будет посвящен тому, как сохраняется память о балахаде в нынешнем Ленинграде. Его будет вести принимательную активную часть Наталья Соколовская. Все семинары мы записываем на видео, делает это Евгения Кулакова, сотрудник фонда Мемориала. И как только Евгений их смонтирует, мы их выложим в интернет и пришлем ссылки всем заинтересованным. Евгения обещает, что это будет в начале апреля. Правильно, Евгения? Да. Если кому-то нужен фильм, вы спрашивали про фильм «Восточный фронт», который мы смотрели в прошлый раз, «Фрагмент Холокоста» у стен Ленинграда, он будет сегодня же выложен в группу в Facebook «Разные войны». Так что можно будет оттуда взять. А если здесь люди нет, я не вырегистрировала. Тогда просто подойдите отдельно к Жене, и Женя запишет ваши адресы и вышли к ним. Все, да? До свидания. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Вижу знакомых, вижу незнакомых людей. Ну, я надеюсь, нас сегодня тема объединит. И заранее хочу просить прощения у тех, кто сильно настроился на то, чтобы много узнать о фильмах. К сожалению, будет в основном о немцах, но, к сожалению, для тех, кто на финнов настроился. Поскольку тема о депортации, то, естественно, судьба немцев и финнов в этом контексте, в этом сюжете просто один в один совпадает. Поэтому будем говорить об общей судьбе. Но если финны коренное население в этих местах, то история немцев, наверное, вам в общих чертах знакома. Но меня попросили все-таки углубиться. Я подумала, как далеко надо углубиться, и поняла, что надо все-таки начать с самой древности. Но посмотрите, что сегодня предлагается в самых общих чертах. Мы посмотрим, кто такие все-таки российские немцы, почему мы их так называем. Какова была история немцев Российской империи, как это было связано с большой политикой еще в дореволюционный период, и потом уже в первые годы довоенный период. Собственно, о депортации всего немецкого населения. То есть, видите, мы берем большой контекст, чтобы понять судьбу ленинградских немцев и финнов не в отрыве, не как отдельное что-то замкнутое, все-таки это в более широком историческом плане будем рассматривать. Затем судьба ленинградских немцев. Здесь более пристально посмотрим на историю. И насколько я это смогла показать отражение этой проблемы в научной литературе, что мне ближе всего понятно. В школьных учебниках настолько, сколько мне позволило время как-то взглянуть на эту проблему и вскользь в средствах массовой информации. Итак, давайте посмотрим, что же такое немцы. И как рано они появляются в истории России, Древней Руси. Мы видим в летописи первые упоминания, одни из первых о том, что уже в годы правления княгини Ольги посылается делегация к Аттону. То есть вот такие отдельные штрихи политических связей. В общем, эти сюжеты довольно древние. С развитием, собственно, истории России и ее взаимоотношения с соседними государствами усиливается и приток европейцев в Россию по разным поводам. В частности, Ливонская война. Иван Грозный бьется несколько лет, скажем, даже много лет. За прибалтийские территории. Война ничем, победа не заканчивается. Но в России, в частности в Москве, большая концентрация военнопленных, которых поселяют в так называемой немецкой Слободе. Это такое концентрированное уже присутствие немцев, немцев, столица. Ну, вы понимаете, что под немцами в то время понимали не только немцев, но и многих других европейцев. Но прибалтийские немцы, как и немцы, собственно, Германии, Тевстонского ордена, здесь уже явно присутствуют наравне с другими иностранцами. Конечно, роль Петра велика в целом в истории страны, в истории нашего города и появлении европейских европейцев на службе, на российской службе. Он исходит из того, что Россия должна быть крупной, сильной военной державой, она должна торговать, она должна уметь что-то качественно делать. Поэтому мы видим военных, мы видим предпринимателей и различных чиновников в первую очередь. И именно при Петре I начинает расти, ну, не, собственно, заложено, как начинает расти, она появилась, лютеранской общиной, и появляется первое здание Петра Кирса. И к концу XVIII века немецкая община в Петербурге уже достаточно представительно превышает 10 тысяч человек. В структуре немецкого населения, как Российской империи, а потом и Советского Союза, преобладало не городское население, которое появилось в XVII веке, а сельское население, основная масса которого появилась в стране в годы правления Екатерины II. Это ее знаменитый манифест от 22 июля 1763 года, приглашавший обратить внимание всех иностранцев поселяться в губернии, какие они посчитают приемлемыми для себя. Вот так получилось, что именно из германских княжеств появилась основная часть переселенцев. Политика Екатерины шла в русле общей европейской, политики, которая опиралась на теорию народонаселения. Чем больше народа, тем крупнее, сильнее государство. Поэтому перетягивать население из одной страны в другую было нормально. Ну и Австро-Венгрия этим занималась, и Соединенные Штаты, и, конечно, Россия. И уже первые три года по изданию манифеста более 30 тысяч немецких колонистов обосновались на Волге. Колонисты прибывали из Любика на кораблях в Кронштадт. Здесь их принимали, временно определяли в лагере в Араненболме, и уже отсюда дальше шел путь на Волгу или на юг России. Поэтому в этой истории переселение немцев в Петербург занимает важное место. Не только как столица, не только место, откуда исходил правительственный манифест, но и как место, где впервые, скажем так, вступала нога немецкого человека, вот переселенца на русскую землю. В результате вот этой переселенческой политики, которую проводила Екатерина II, приостановил Павел, но возобновил Александр II, в России образовались десятки, можно даже сказать, сотни немецких компактных мест поселения. Такие были в первую очередь в Новороссии, которая включала Екатеринославскую, Херсонскую, Таврическую губернию. Естественно, в Поволжье, это Саратовская позже и Самарская губернии, это Северный Кавказ и Закавказье, и земля области войска Донского. О Петербурге мы скажем несколько позже. После того, как началось расселение из-за нехватки земель, немецкие дочерние поселения появляются уже далеко на востоке. Это Южный Урал, Западная Сибирь, Алтай. По особому разрешению Екатерины II было позволено поселиться нескольким десяткам семей, немецких семей, непосредственно под Петербургом. И вот в 1965-1966 году появляются три крупнейшие колонии. Это Новосаратовская, Среднерогацкая, Ижорская или Колпинская. И в районе современного Кингисеппа, а тогда Ямбурга, появились три небольших поселка, которые объединены под общим названием Ямбургская колония. Перед вами гравюра начала XIX века. И видите, в перспективе глобус, это, собственно, Пулково. И то, что мы видим, это сегодня современное Пулковское шоссе. И вдоль него, по обе стороны, трудно сказать, где именно начиналась колония, вот на этом рисунке. Но там, где были теплицы фирмы «Лето», это земли Среднерогацкой колонии. Новосаратовская, она была самой крупной, и оставалась такой на протяжении всего времени. Ее существование возникло на правом берегу Невы, напротив поселка Рыбанская. Церковь мы видим и сегодня. Отдельные постройки той колонии сохранились и поныне. И Колпинская. На южной окраине Колпина современная, вернее, территория бывшей колонии располагается на территории современного поселка имени Тельмана и небольшим краем заходит на территорию самого Колпина. После возобновления приема иностранцев Александром I на берегу Финского залива появляются так называемые северные приморские колонии. Они были маленькими, даже можно сказать крошечными. Это Кронштадтская, Стрельненская, Кипень, Араненбаумская и Петербургская. Они располагались по южному берегу. И их названия связаны с названием тех населенных пунктов, городов, мест, которые уже существовали. Допустим, Стрельненская колония, она находилась в пяти верстах от Стрельной. Петербургская на территории Петербурга. К этим колониям предъявлялись особые требования к их внешнему виду, поскольку они располагались вдоль парадной дороги, где находились великокняжеские особняки, поэтому колонии были с самого начала такими образцовыми, и к внешнему виду предъявлялись особые требования. Если мы посмотрим на эту карту, то мы видим, что разными точками выделены основные места расселения в середине XIX века. Вот мы видим Поволжье, первое место, мы видим Петербург, две колонии были в Прибалтике основаны, основная часть размещалась в Северном Причерноморье, в Новороссии, в Крыму, и значительная часть поселения образовалась на территории Волынской губернии, но это более поздняя волна переселения была инициирована самими помещиками, не государством. То есть, в основном мы видим европейская территория, это окраины земли и, допустим, поселиться в Поволжье, это было весьма рискованно, потому что постоянные набеги кочевников мучили Россию, естественно, страдали и колонисты, в частности, допустим, восстание Пугачева нанесло значительный урон немцам-колонистам. Были серьезные жертвы. В середине XIX века немецкое население стало одной из неотъемлемых частей российского народа. И это очень хорошо показала карта, которая была создана специально к первой всероссийской выставке этнографической, которая проходила в Москве в 1867 году. И вот посмотрите, вот в этой виньетке мы видим вот это изображение, где немцы рядом со шведами изображены. И посмотрите, характерное название. Россия и племена ее населяющие. Никакого отторжения, да, это часть российского социума, так скажем. вот здесь хочу немножечко отвлечься. Вот здесь на этой репродукции, она взята из книги Паули народа России, изображены именно петербургские колонисты. Это одно из немногих изображений немцев дореволюционного периода. И надо понимать, что Нестор Теребенев, который составлял вот эту карту, за основу взял изображение именно петербургских колонистов. Посмотрите, вот изображение особенно мужчины, даже выражение его лица. И вот эта женщина в сидячем положении также здесь присутствует. То есть, тем самым, на карте России запечатлены все-таки петербургские колонисты. Это мое такое микроисследование. Начало Первой мировой войны численность немецкого населения была уже серьезной. Почти два с половиной миллиона человек и удельный вес составлял 1,4%. Теперь давайте посмотрим, как влияла политическая ситуация на международной арене на положение немцев в России. Каждый раз, когда возникали острые ситуации в российско-германских отношениях, то, естественно, общественности и общества обращалось к тем людям, которые имели родственные связи или корнями уходили. Их корни были в Германии, то есть в стране, которая в настоящий момент противоборствует России. Поэтому не случайно, когда на карте мира появляется объединенная Германия, а вы помните, это было связано и с войнами, и с Данией, и с Францией. И вот в результате вдруг Европа увидела вот такого монстра, как писали вестники Европы, статьи пестрят под такими терминами, что вот надо же, неожиданно, вот такие варвары возникли. Естественно, то, каким способом объединялась Германия, наложила отпечатки на отношения и к самим германцам, и к немцам в России. Появляется так называемый пресловутый немецкий вопрос. Поиски виновных, попытки обвинить немцев в том, что они превалируют, допустим, в академии наук или где-то в каких-то других учреждениях или их земледелия вдруг становятся вопросом таким же вотрепещущим. Этот немецкий вопрос, к сожалению, имел продолжение в последующие годы, и особенно он обоцвет в годы Первой мировой войны. Ну, тут совершенно понятно. Две страны воюют, и опять немцы, не только те, которые живут в приграничной полосе, волынские немцы, их просто депортировали в 15-м году в Сибирь, но и немцы, которые живут далеко от приграничных зон. В феврале 1915 года были приняты так называемые ликвидационные законы, которые запрещали землевладение и землепользование сначала гражданам воюющих стран Германии, Австро-Венгрии, а в декабре 1915 года этот закон был распространен уже и на подданных России, а российские немцы, появляясь в России, давали клятву верности и тем самым вот это клятвоприношение делало их подданными, то есть Россия делает заложниками собственных подданных, но немецкого происхождения. к 1917 года эти законы были распространены вплоть до Сибири и лишь революция, февральская революция приостанавливает их разрушительное действие. Эти законы были отменены. Следующий этап, когда Гитлер приходит в власть в юноре 1933 года, в советском теперь уже в Союзе начинаются поиски пятой колонны, ну и такой колонной становятся представители опять российских, а в то время уже их называли советские немцы. Вот посмотрим на начало один из сюжетов вот этой борьбы, вот этих поисков, можно сказать и начало репрессий. Массовый голод, который разразился в Советском Союзе, в основном, конечно, затронул, поразил Украину, но от голода страдали не только на Украине, и в Поволжье, и на Алтае, в тех же немецких колониях. Это достоверно известно, это глубоко исследовано, это факт. В Германии начинается кампания в поддержку голодающих немцев Советского Союза. В Рудер им нот, вот этот лозунг, выпускаются брошюры, собираются посылки, отправляются деньги, в ответ советское правительство принимает постановление, что всякий, кто будет такую помощь принимать, будет наказан, будет преследоваться. эта кампания как бы так сошла на нет, она не вылилась в то время во Вторую мировую войну, но немецкое население в Советском Союзе начинает понимать, что то, что происходит в Германии, их касается не в последнюю очередь. Ну, вот здесь я привожу факт, телеграммы, датированные, которые и призывают местные парки организации применять карательные меры в отношении контрреволюционно и антисоветски настроенных элементов в немецких районах. А в то время немецкое население было организовано, имело автономную республику в Поволжье, имелся целый ряд немецких районов на Украине и на Алтае были немецкие власти. Что касается финнов, могу сказать, что их автономия, так скажем, была выражена лишь в Куйзовской власти, которая далеко не все охватывала население финское, но тем не менее вот такая политика один народ одно государство или каждому народу свое государство выражалась совершенно иногда так скажем несправедливо мягко так скажем. Но вернемся вот к этой анти немецкой кампании, этой политике, связанной с голодом в Советском Союзе. С момента образования автономной республики немцев Поволжья немцев стали использовать как витрину социализма, чтобы показать пролетариату Западной Европы как преуспевает советская страна. И вот в этот в эти годы опять же такой же прием используется. А именно немецкая газета Роттефаны на целой полосе помещает материалы, где показаны сцены счастливой благополучной жизни немцев Поволжье и ленинградских немцев. Вот это ленинградские немцы, это ленинградские немцы, это ленинградские немцы, это колхоз 1 мая в поселке Янино. Тогда были посланы и в новгородские колонии жены эмигрантов с тем, чтобы собственными глазами они удостоверились благополучия немецких колонистов в Советском Союзе. Они же не поехали на Украину, они не поехали в голодающие колонии допустим Алтая, но им показали то, что действительно успешно развивалось. А немецкие колхозы ленинградской области действительно были передовыми. В годы большого террора неотъемлемой его частью были так называемые национальные линии, когда искали шпионов и диверсантов, которые работают на фашистскую Германию, на Японию и так далее. И вот некоторая статистика, которая показывает, что немцы не занимают первую строчку. Наиболее пострадавшими были поляки. Но мы видим, это не в абсолютных цифрах, вы понимаете, а соотношение количества репрессированных и расстрелянных общей численности людей этой национальности. но вот эти три народа занимают первые три строчки этой репрессивной статистики. А если мы сопоставим с тем, что было в целом по Советскому Союзу, то, конечно, просто в разы количество пострадавших отмечалось у этих народов. В 35-38 году в течение нескольких лет шла этническая зачистка, чистка приграничных районов. Еще в 32-м году выселили в западных приграничных районах Украины немцев и поляков в Казахстан. Выселяли и на русский север, и в частности в Мурманской области оказалось немецкое население, среди которых были, например, и раскулаченные из ленинградских колоний. Но в 40-м году уже идет Вторая мировая война, финская война уже закончилась, и выселяют всех и на национальности из приграничной зоны. И посмотрите все собственно и западные и восточные народы. Корейцы к тому времени уже были депортированы полностью с Дальнего Востока. Те семьи немцев, которые тогда выселялись из Мурманской области, оказались на Алтае. Теперь мы поговорим о депортации в целом. Депортации советских немцев. Чтобы любая дискуссия тогда становится плодотворной, если мы точно оговариваем, что мы понимаем под тем или иным термином. Конечно, депортация и в более широком плане используется это слово, вплоть до того, что депортируется отдельный человек. Но в контексте нашей темы, когда мы говорим о насильственных выселениях, изгнаниях и депортациях, определение, выверенное учеными всех европейских стран, звучит так. Депортация, вынужденная миграция в границах государства или сферы его власти, включая покоренные и оккупированные территории, которые государство принуждает собственных или чужих граждан. Депортация осуществляется без суда и объектом ее могут быть как социальные, религиозные, так и этнические группы. Депортационная политика в Советском Союзе в основном была этнической, хотя после военных годы выселяли и людей по религиозному признаку. Депортация предназначена для того, считают ученые, чтобы обезвредить реальных или мнимых политических противников для упрочения власти режима на определенной территории. Вот из этого определения мы и исходим. В Советском Союзе тотальной депортации подверглись 10 народов. Они здесь все перечислены. Обратите внимание, что чеченов и ингушей тогда не разделяли, они идут как один народ. А по подсчетам Павла Поляна, это известный исследователь, он занимается и проблемами Холокоста и проблемами депортации. Он идентифицировал как депортационные 52 кампании и 130 операций. Это по состоянию на последние годы. Если в процессе каких-то дальнейших исследований что-то будет определено, значит эта статистика может поменяться. Но и эта статистика звучит ужасающе. есть такая фраза, она так тревожно звучит, что немцы по Волжье, как никакой другой народ в Советском Союзе, с тревогой слушали речь Левитана. И это было оправданно, как вы понимаете, потому что вся предшествующая история преследования немцев или представителей западных меньшинств конечно держала в тонусе этих людей. Тем более на территории самой республики немцев по Волжье на протяжении 30-х годов шли бесконечные партийные чистки, репрессии против интеллигенции, против преподавателей немецкого педагогического института и так далее, и так далее. И о том, что немцев будут выселять сами немцы по Волжье уже знали в июле и в начале августа. То есть эти разговоры шли, парт актив предупреждали, но никакого закона не было, но вот это настроение в общем-то тревоги и ожидания уже присутствовало. И вот 28 августа в газетах первых газетах республики немцев по Волжье на русском языке большевик и на немецком на Хрифтен этот указ о переселении немцев, проживающих в районах по Волжье был опубликован. Хочу сразу сказать, что этот указ от начала и до конца был фальсифицирован. Само правительство в 64-м году отменило этот указ. Но все, что в этом указе было записано, использовалось как правовая в кавычках основа для депортации других немцев, проживавших на других территориях. И, к сожалению, до сих пор то, что написано в этом указе, некоторые ну, это не исследователи, некоторые авторы пересказывают его как достоверный источник. А в указе говорилось о том, что по достоверным данным, полученным военными властями среди немецкого населения, проживающего в районах по Волжье, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу данному из Германии должны произвести взрывы в районах заселенных немцем и по Волжье. Если в советской стране в таком глубоком тылу десятки и тысячи диверсантов, то вопрос, как же работала НКВД, которая допустила, ну, то есть вот уже даже формальная логика сталкивает нас, подталкивает, выявляет вот эти противоречия. Но, тем не менее, на основании этого указа, начиная с 3 сентября, немцев по Волжье стали выселять, а с 7 сентября 41-го года была ликвидирована сама республика, территории были поделены между соседними областями. В одном из учебников, я теперь не берусь сказать в каком имени, но говорится о том, что республика была ликвидирована летом 41-го года, нет, не летом, а именно в сентябре, и вот эту дату вы можете взять на вооружение. Вот еще одна такая статистика, посмотрите, это первые числа сентября. Вспоминаем, что происходит в первых числах сентября под Ленинградом, и что происходит в Поволжье. посмотрите, какое огромное количество служащих, военнослужащих, служащих НКВД используется для депортации многотысячного населения, немецкого населения по Волжье. Ну, так, я не военный, не специалист, но, по крайней мере, одна дивизия там работала. Вот в совокупности, по численности привлеченных сил для выселения немцев. И в течение сентября почти 200 эшелонов, 186 и около 450 тысяч человек были выселены в Сибирь и Казахстан. Чтобы не нарушать движение транспортов, которые везли в эвакуацию оборудования заводов, а на фронт людей оборудования, вооружения, немцев по Волжье везли окружным путем. То есть, их по Волге везли на юг по воде, потом сажали в эшелоны и затем окружным путем чуть ли не через Алма-Ату, потом по Турксибу, на Алтай, Новосибирск и здесь распределяли. В том же указе, о котором я вам говорила, такие красочные перспективы были определены, а именно, что немцам будут выделены прекрасные пахотные земли в Новосибирской, Омской, Алтайской крае, в Казахстане и в других соседних местностях. Но те области, которые принимали депортированных, вы понимаете, уже идет война. Они физически не готовы были принять такое количество, хотя нужно сказать, к чести сибиряков, казахстанцев, люди были приняты. Были приняты безропотно. Советские люди потеснились, но физически обеспечить всех даже элементарным жильем не было возможности, не говоря уже о каких-то пахостных землях, тучных стадах, конечно, речь об этом не шла. Первые группы немцев старались поселить в немецких поселках, которые были под Омском и на Алтае. Вы сами понимаете, что такое огромное количество в немецких поселениях и просто даже в других поселениях разместить было очень сложно. Поэтому география расселения обустройства депортированных немцев достаточно обширная. От Красноярского края до Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской областях. Если говорить о том условно, что указ 28 августа это некая правовая база для выселения других немцев, то до принятия этого указа уже велось выселение немцев и финнов с приграничных территорий. То есть там никаких, ни о каком правовом базисе речь вообще и не идет. То есть лето 41-го года выселяются немцы в территории Карелло-Финской СССР, немцы Крыма, которые дважды были выселены сначала на территорию Ставропольского края в Ростовскую область, а затем выселены в Казахстан. И в этот же доуказанный период относится постановление военного совета Северного тогда, потом Ленинградского фронта, о выселении немцев и финнов. То есть мы видим не только постановление Президиума Верховного Совета, но и не совсем нам понятны, в том числе и решения военных властей служили основанием для выселения. Пока не нашли допустим документ, на основании которого выселяли немцев из Крыма. Но по аналогии с тем, что происходило под Ленинградом, есть предположение, что из Крыма выселяли именно на основании решений военного совета. И вот посмотрим, как в течение осени 1941 года немецкое население было выселено на восток. Это Москва, Центральная Россия, Северный Кавказ, 22 сентября. Это та территория Украины, которая была вне оккупации. Азербайджан, Закавказье и в общем-то Кавказ в последнюю территорию. Украина попала совершенно немецкое население Украины, как и население Ленинградской области оказались в совершенно трагической ситуации, потому что часть немецкого населения оказалась на оккупированной территории, а другая в зоне советского государства вне оккупации. У них была разная судьба. Некоторое время у них была разная судьба, а потом мы посмотрим, что их объединило. То есть до конца 41-го года почти 900 тысяч советских немцев оказалось в Сибири и Казахстане. давайте фокус наш сместим в сторону Ленинградской области и посмотрим на немецкое и финское население немножко накануне войны и первые месяцы войны. Здесь мы оперируем данными переписи 1939-го года. По финнам у меня данные по первой всесоюзной переписи 1926-го года, но дело же не в единицах и не в десятках, а в целом. Какой порядок, численный порядок определяет население немецкое и финское. То есть довольно значительная группа немцев и конечно очень большая группа финнов, делилась на городских суоми и собственно имбермагланцев, которые в основном проживали в сельской местности. Немецкое население в основном преобладало в городе, но те колонии, которые образовались еще в дореволюционный период, вот там пребывало сельское население немецкое. Вот перед, накануне войны мы видим, что с преобладающим немецким населением успешно работают колхозы и совхозы, такие как Красный механизатор Новосаратовка, Ротефан, это Стрельна, Средняя Розатка, так и называлась, имени Бадаева, имени Тельмана и так далее. Причем это действительно были передовые хозяйства. Вот если мы возьмем книгу почета всесоюзной сельскохозяйственной выставки с 40-го года, она доступна в публичной библиотеке, вы можете подержать в руках, подержать это как стол, такие огромные фолианты по каждой области, все имена, все ударные бригады, хозяйства в целом, области, все прописано. И немцы Ленинградской области там достойно представлены. В семейных архивах потомков колонистов хранятся порой уникальные фотографии, какими не располагает ни один государственный архив. И когда мы работали над выставкой в немецком центре, то мы в основном опирались на то, что нам люди передавали. И вот эти фотографии перед вами. Новосаратовские школьники, один из типовых домов Новосаратовки, передовые колхозники Колпинской колонии, колхоза, потом совхоза имени Тельмана, Стрельненская колония, причем вот этот снимок, это парадный снимок, он как раз из архивов кинофото, фонодокументов, то есть когда готовились к выставке 1939 года, наиболее передовых людей вот эту парадную витрину выстраивали, и этих людей фотографировали. Поэтому, если мы так присмотримся к интерьеру, то мы видим здесь, я не уверена, висели ли эти портреты там, но вот для парадного снимка они там есть, но признаки зажиточной жизни действительно есть, и даже по воспоминаниям не самих немцев, а их соседей, в Стрельненской колонии, в этом колхоне, люди жили довольно зажиточно, и это не потому, что посылки из Германии присылают, так вы понимаете, это протестантская этика, работать, работать и работать. Ленинградская область буквально с первых дней становятся прифронтовой. Вот эти вам хорошо известные фотографии, они во всех альбомах тиражируются, это архивные фотографии, показывают, какой, в общем-то, хаос творился, потому что из Прибалтики население идет сюда в Ленинград, и стада пытаются спастись, и Ленинградской области пытаются в Вологодскую область перегнать колхозные стада, после того, как МГА была перерезана, железнодорожное сообщение прервалось, то есть посмотрите, уже 9 августа немцы в Новгородской области, уже Старая Руссия и Новгород взяты, а Ленинград еще пока свободный, поэтому что здесь творилось, мы встречаем и в воспоминаниях немцев-колонистов, как они участвовали в отгоне скота в сторону Вологодской Ярославской областей. Население, в том числе и финское, и немецкое, и латышское, все, кто жил, участвовали вот в этих работах по сооружению оборонительных укреплений вокруг Ленинграда. Одна из линий укреплений прошла непосредственно по территории Среднерогатской колонии. Вот здесь мы узнаем, да, собственно, вот это вот здание, так вот, так, проспект Ленина идет, ну, вот сюда бы мы поехали в аэропорт, а собственно, вот это здание по-моему, туда даже правительство Ленинградской области пытались, планировали туда переместить, вот оно так красиво, как айсберг выселось на окраине города. А вот эти уже сооружения, это, собственно, немецкая колония. Вот этот оборонительный вал, который от Средней Рогатки потянулся до Голпина, и линия обороны проходила непосредственно по границе Колпинской немецкой колонии. Это современная фотография, мы ездили с фотографом, специально пытались понять, что же там происходило. Так вот, географически, физически понять, да, вот здесь, на границе, мы говорим о Ям-Ижоре, да, но нужно понимать, что не совсем Ям-Ижора, а военные действия, даже отдельные дни фашисты прорвались на территорию Колпинской колонии, они были отброшены, поэтому вот эти знаки стоят на границе поселка Тельмана, определяя вот ту последнюю грань, за которую фашистов не пустили. Но именно потому, что Среднерогатская колония и Колпинская были в такой близи от линии фронта, они были разрушены, во-первых, деревянные сооружения все убирали, чтобы не было возгораний, а население из всех южных пригородов отправили в менее, как тогда казалось, безопасные районы. И вот когда идут бои на территории Ленинградской области, приказ командующего Северным фронтом о выселении сначала социально опасных, понимаете, такая расплывчатая категория социально антисоветски настроенные и прочее, прочее. Сюда попадали люди разных национальностей, но по большей части почему-то оказались немцы и финны. Ну, я иронизирую, вы понимаете, о чем речь идет. То есть сначала о социально опасных, а вслед за этим уже собственно идет указ о депортации. Причем готовится эта депортация, собираются сведения, справки, потому что это огромное мероприятие, которое требует и человеческих затрат, и транспортных средств. поэтому сотрудникам НКВД нельзя отказать в их высоких организационных, организаторских способностях. И вот собственно постановление военного совета теперь уже мы видим обязательно эвакуация. То есть понятно, слово депортация ни в одном документе нигде не фигурирует. Но это не должно вводить в заблуждение нас, вас, педагогов, исследователей, ну и вообще людей. Посмотрите, перечислены все районы, где в основном проживают немцы и финны, пригородные там вне. Еще нет блокады, но еще предполагалось, что успеют выселить и Стрельну, и Кипень, но этого не произошло. В тот момент предполагалось, что всех немцев и финнов выселят в Коми и в Котлас. Ну понятно, это ближайшие территории. Все-таки война дорого стоит, и любая транспортировка это деньги. Поэтому просчитали, что вот, наверное, вот здесь можно будет разместить с меньшими затратами. И предполагалось операцию провести с 27 по 7 сентября. Но фронт так накатывал с такой неудержимостью, что планы не осуществились в тот момент. Тогда успели выселить жители новгородских колоний. В непосредственной близости от Великого Новгорода была Новониколаевская, а близ Чутова была Новомихайловская колония. Вот до 19 октября, то есть до оккупации Новгорода эти люди были выселены. Пока ни историки новгородские, ни историки, которые занимаются немцами, пока не могут понять, как все-таки происходило выселение новгородских колонистов. Мы видим одна группа в Ивановской области, другая на территории Коми СССР. Сложно пока сказать, что происходило. Потому что просто по факту наверное шло наступление и этих людей выселяли. Ну вот в то время на основании постановления Северного фронта успели выселить в Северные области около 28 тысяч человек. С точностью до человека такой статистики нет. Где-то это даже такие оценочные сведения. Поэтому мы говорим округленные цифры называем. Вот так выглядела карта. Она нам нужна, чтобы понять лучше понять нашу тему. Мы видим Ароненбаумский пятачок. Территория свободная от оккупации и собственно большая земля. вот здесь в ходе боев 14-15 сентября был сделан прорыв. Была заплачена стрельня. Тогда и образовался этот пятачок. Немецкая колония стрельня оказалась в оккупации. Новгородские колонии тоже уже в оккупации. А вот здесь вокруг Ленинграда допустим Новопарголовская гражданка Круппино Новосаратовка значительная часть немецких поселений и финского населения оказалась свободной от оккупации зоны. Хотя нужно сказать что как раз основная часть финского населения оказалась на оккупированной Финляндии территории. Ну вот я уточняю поскольку люди проживавшие в немецких колониях во многом были родственниками за все долгие годы проживания под Петербургом Ленинградом они породнились и в городе имели родственников и между собой то конечно для понимания их личных трагедий вот важно посмотреть на линию фронта в блокадном конце на пятачке Кронштадтская и Ароненбаумская и в зоне оккупации люди которые потом подверглись угону в Германию к счастью но это просто невероятное чудо что Кронштадтская колония сама колония как населенный пункт не пострадала ни от артиллерии врага ни от советской артиллерии ну вот чудесным образом хотя сейчас ее практически там уже ничего не осталось хочу вам показать редскую фотографию она у нас появилась в ходе такого шпионского можно сказать марша в морском музее вот эта фотография оригинальная фотография хранится ну и они просто с нами поделились этим снимком почему я его вам показываю потому что вот здесь изображена на фотографии мы видим новосаратовскую колонию а если мы возьмем эту фотографию в газетах того времени то конечно цензура вот это все запрещало и это все было заретушировано потому что все военные фотографии давались без привязки к местности вы понимаете любая фотография это и для врага источник поэтому вот миноносец струги который стоял здесь напротив новосаратовки напротив Робарского на этой фотографии конечно именно этот миноносец был мишенью по нему стреляли и снаряды попадали в новосаратовку хотя она довольно далека была от линии фронта и памятный знак строгому стоит сейчас на территории бывшей новосаратовской колонии у Дании церкви немецкие немцы все время привыкли все говорят немцы по Волжи немцы по Волжи мы говорим не только о немцах по Волжи мы говорим и о ленинградских немцах и вот посмотрите вот этот документ мы его назвали маленький дневичок София Биллер из Новосаратовки вот не совсем грамотно но вот женщина пишет о судьбе в своей семье мой муж в 41 году пошел на фронт пропал без вести Шура родился в 22 году в 41 году пошел на фронт пропал без вести Вова в 39 году пошел в армию в 41 году попал на фронт пропал без вести вот эти незатейливые странички говорят о большой трагедии что в общем-то советские немцы восприняли нападение Германии так же как и весь советский народ то есть были и добровольцы и пошли служить в армию одна из фотографий пропавшего без вести жителя Новосаратовки Андрея Паля одна фамилия Спаль но посмотрите уже 8 сентября директива наркома обороны о том чтобы отзывать из действующей армии представителей народов которые имеют родственные связи с воюющими странами удаляют немцев финнов латышей литовцев и других сомнительных лиц вот в самый разгар кишинской операции когда шли бои кровопролитнейшие бои именно в это время начинают удалять немцев из 52 армии и вот эти люди которые вот этих национальностей которые были отозваны изъяты из действующей армии стали из них были сформированы первые трудовые отряды которые потом стали назвать трудовой армией вот это тоже документальный снимок это архивный архивная фотография обратите внимание аннотация взята в кавычки это не описание а это официальная подпись а именно бригадир посмотрите колхоза имени тельмана это наша колпинская колония есть фамилия этого человека и он стахановец посмотрите он вместо запланированных там 35 кубов вывез около 80 кубов то есть в этот момент вот эта фотография фиксирует что и немецкое и финское население это советские граждане они точно также работают наравне с другими на защиту Ленинграда как я уже отмечала в блокадном Ленинграде осталось значительное число немцев как городских так и тех кто проживал в пригородах но поскольку все колонии допустим гражданка к тому времени уже просто вошла официально в территорию Ленинграда из допустим из Трельны ездили на работу на трамвае в город получалось так что вот идет война детей отвезли в Ленинград теплую одежду или сам уехал на работу не смог вернуться по разным обстоятельствам в Ленинграде была сконцентрирована значительная часть немецкого населения и расселяя вот южные пригороды допустим Новосаратовку поселили людей поскольку она находилась на другом берегу Невы ну вот там где Среднерогатская колония и вот эти южные окраины поселили допустим Новосильевский остров считалось что недосягаемый не доберутся к сожалению это оказалось не так вот очень такая щемящая фотография вот людей которых нет и нет потому что они погибли в блокаду я знаю что само слово блокада это такая трагедия не только у блокадников у внуков и у правнуков и таких фотографиях наверное миллионы но мы сегодня говорим что вот среди этих миллионов были и немцы ленинградские немцы и вот еще один такой пронзительный документ вот это Библия Новый Завет хранится в семье ушедшего теперь уже из жизни Виктора Федоровича Шефера по традиции немцы на последних страницах Библии ввели генеалогические записи родившихся и умерших и вот посмотрите сначала велись записи на немецком языке папа из гешкорбен а потом это перевели на русский язык мама умерла папа умер сын Иван умер Ваня умер Федя умер Лена Рифер вот из этой семьи Виктора Михайловича вот он Витя Шефер остались живых он и его сестренка конечно вот первая зима которую выстояли Ленинградцы она ну самая ужасная самая трагическая блокада и дальше продолжалась но вот эта зима и вот эта статистика заставляет волосы на голове шевелиться потому что вот такие потери среди гражданского населения они ну несопоставимы ни с чем определение этой трагедии просто нет именно в это время когда возобновляется эвакуация из города дорога жизни через ладожское озеро именно в марте начинается выселение немцев и финнов кого не успели выселить в августе возникают повторные постановления от 9 и 20 марта которые практически один в один повторяют документы лета 41 года то есть социально опасных а потом выселение принудительное выселение немецкого и финского населения вот социально опасные как и в августе опять подпадают в основном немцы и финны и посмотрите вот на эту статистику вот первые эшелоны уходят с этими неблагонадежными но если мы сопоставим вот в процентном отношении посмотрим кто в основном так как-то неблагонадежные были опять среди немцев и финнов все составы сопровождаются конвоем это важная ремарка потому что вот в определении депортации как раз военизированная охрана выселяемого населения один из маркеров вот этого насильственного выселения депортации а массовая депортация массовое выселение начинается 24 марта вот в течение там 6 дней было выселено огромное число немцев и финнов почти 25 тысяч человек я старалась в сегодняшней лекции ну такие эмоциональные трагические моменты ну не использовать я зарекалась потому что и так тяжелая тема но все-таки из воспоминаний Маргариты Рейх мне захотелось вот эти строчки привести потому что они касаются и немцев и финнов это немка которая жила после выселения в Красноярске ее воспоминания мне прислали из Красноярска и вот она пишет обширные воспоминания 8 часам 28 марта наконец-то собрались погрузили на останки туда же посадили и Кору и Корну это сестра Карлуша мальчик они были очень слабые замкнули дом ключи отдали постсовету своим ходом потащились к лахте то есть это Вольгина вот так если карту предстоит что это не ближний поль где стоял состав погрузились в составе были одни финны потому что сторона была финская их тоже выселяли сначала нас повезли в Лисий Нос то есть сначала на север там догрузили и обратно когда ехали мимо Ольгина лахт и финны запели да так что в вагоне плакали доехали до Ланской там долго простояли составляли списки в Ланской мы поехали дорогой жизни сначала поездом до Ладожского озера до Кабоны приехали разгрузились и опять попали в отцепление из военных к тому времени уже вот эта ветка из Войбокола до Кабона уже была построена 6 марта она была сдана то есть уже в Кабоне людей сажали в эшелоны дальше везли к месту назначения известные исследователи истории Ингерманландии Мусаев описывает в одной из своих статей вот этот факт что местное население не понимало что происходит с немцами и финнами почему их эвакуируют их спасают а нас нет поэтому документально подтверждается пишет он что в Аронянбаумском районе почти во всех сельсоветах население русское население просило включить их в списки подлежащих эвакуации немцев любыми путями вырваться из этого ужаса это официальные данные хроника собственно выселения уже к 24 началось массовое выселение а 28 уже было отправлено 3 эшелона в Иркутскую область 3 эшелона ждали отправки в Красноярский край и 2 эшелона формировались последние 2 эшелона отправлены 29 марта и вот воспоминания Маргариты и Рейх как раз относятся к формированию последних 2 эшелона в пригороде и весь контингент отправляется в Иркутскую Омскую Красноярскую область и край вот такие данные имеются поскольку четкого разграничения немец и финн статистика не дает то такие совокупные сведения приводятся вот так выглядела дорога жизни 12 апреля 42 года и Маргарита Рейх отмечает когда их везли 29 марта что дорога была уже значительно подтаявшей вот эта угроза и провалы машин они постоянно и на глазах людей происходили привозили в Кабуну если вы там были то вы видели этот музей вот здесь был этот пункт питания и обогрева о нем и Маргарита Рейх вспоминает что туда заходили в ожидании эшелона то есть вот туда надо съездить обязательно чтобы понять вот до конца понять всю трагедию блокады а что случилось вот поселки остались нужно отметить что не все не до последнего немца и финна выселили даже в инструкции по выселению была такая оговорка если семья не обнаружена на месте или находится допустим в лазарете в больнице то их взять брать на учет а потом отдельно все-таки выселять но тем не менее ну так например Алиса Френдлик их семья так вот прятались и избежали депортации Ленинграда а хозяйства остались земля стоит трактора стоят работать некому потому что вот в этой свободной от оккупации территории в основном это как раз финские хозяйства и были уже после войны эти колхозные земли были распределены между другими соседними хозяйствами если бы только депортации закончились страдания немцев и финнов то наверное можно было бы сказать ну да вот война ну да вот так вот надо было это конечно такое лукавое оправдание сталинского строя но тем не менее но трагедия-то на этом не закончилась а дальше начинается мобилизация вот так называемую труд армию то есть используется принудительный труд этих людей то есть когда ты работаешь не по добровольному соглашению не и своего чувства патриотизма а потому что тебя под угрозой какого-либо отказания и формирование труд армии началось в январе 42-го года и продолжалось до конца 42-го и еще в 43-м году вот посмотрите 10 января было принято это постановление государственного комитета обороны о мобилизации немцев сначала призывного возраста 17-50 лет буквально там через два месяца это постановление было распространено и на финнов и на другие на другие в кавычках неблагонадежные народы а вот в октябре уже стали мобилизовывать смотрите мальчишек 15 лет и женщин это была страшная трагедия потому что куда оставлять этих детей это был большой вопрос освобождались от мобилизации только женщины немки финки у кого дети были до трех лет если старше трех лет ребенок оставлялся оставляли либо на попечение родственников если они были либо отдавали в колхоз то есть никуда этих детей отдавали немцы и финны я все время говорю о немцах но в этом сюжете все время рядом и немцы и финны даже если я не говорю о финнах имейте ввиду пожалуйста используют на строительстве на крупнейших стройках того времени алюминиевый завод это богослов лак и в дель лак это лесной челяб металлург строй на шахтах караганды потому что караганда и кузбасс стали главными после того как донбасс оказался в оккупации то есть трудармия она фактически это лагерь по своему статусу она по другому звучит но входит в ведение НКВД и по условиям содержания ничем не отличается от лагеря люди также живут за колючей проволокой также под афраной их приводят уводят и самая трагическая история всех депортированных немцев афинов это их использование на рыболовных промыслах на крайнем севере посмотрите даже некоторые исследователи считают что депортацию немцев и финнов даже приурочили вот к этому постановлению потому что на крайнем севере некому работать Азовское море и Черное море оккупированы а вот эти районы изобилующие рыбы там просто нет трудовых ресурсов вот есть такая точка зрения в любом случае депортация и принудительный труд в советском сталинском режиме это две стороны одного процесса такого репрессивного процесса вот таких трагических описаний конечно много надо ли их детям рассказывать я не знаю но надо иметь ввиду что такие воспоминания есть которые описывают что происходило с людьми вот этот вот колхоз о котором пишется в одной из книг немца Таймыра документально этот сюжет подтверждают архивные документы а именно государственный архив российской федерации описывает вот эту трагедию Агапитова когда целый поселок просто вымерз примерз латыши которые там были рядом они видели они это описали они эти сведения доставили в НКВД что просто вот примерзшие к земле люди были потому что этот колхоз не прокармливал себя и люди не получали хлеб по неделе и в итоге просто весь поселок вымер теперь давайте посмотрим что происходит с теми кто оказался на оккупированной территории в целом угон массовый угон советского населения начинается с весны 42 года независимо от национальной принадлежности и чем дальше советская армия теснит фашистскую германию тем вот этот угон применение вот этих насильственных эвакуаций людей он все становится мощнее сильнее и больше и вот в этот период смотрите там разные цифры около более 63 кто-то назвать 65 тысяч финнов были вывезены с оккупированной территории в Финляндию тогда же в феврале 42 года начался вывоз немцев из оккупированных поселений под Ленинградом в Германию в основном это были жители стрельнинской колонии они те кто остался жив они вспоминают что это произошло 12 февраля 42 года это фотографии тех людей кто оказался в Европе в Австрии или в Германии довольно благополучные по внешнему виду люди но если мы посмотрим историю фольксдойчи она очень сложная очень противоречивая и это сегодня не входит в предмет нашего нашей лекции но нужно сказать что и эти фольксдойчи которые считались это немцы за рубежом это скажем так немечество были имперские немцы а были немцы второго сорта которые жили на других территориях и такие немцы жили и в Прибалтике и в Венгрии и в Советском Союзе и вот гитлеровская машина их начинает собирать на территории Пруссии Польши это вот область имперская область Бартыгау которая создавалась за счет того что всех поляков выселять всех евреев уничтожать с этой территории оттуда заселять немцев колонистов и создать вот такую область и судьба у этих людей далеко не безоблачная как можно наверное подумать глядя на эти фотографии они также использовались жили в лагерях они большей свободой допустим чем собственно допустим по сравнению с военнопленными никакого сравнения но тем не менее принудительный труд этих людей используется точно так же вот как раз Филипп Гевейлер вспоминал о том что это произошло 12 февраля эти фотографии сделаны в Германии после того как закончилась война в 46 году распустили трудовую армию и казалось бы самое время вернуться к мирному труду вернуться на свои родные места но советское правительство принимает еще один закон а именно указ об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лес выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны вот этот указ 48 года он закрепляет режим спецпоселения для депортированных народов навечно как сказано в документе и посмотрите кто же сколько людей навечно должны были остаться по разным оценкам по разным данным но это порядка полутора миллионов только одних немцев должно было остаться там куда их сталинский режим выслал это была крайняя несправедливость и почти 50 тысяч немцев извините финнов оказываются тоже на спецпоселении в тех местах куда они были выселены Красноярский край в марте 42 года в Вологодской в Кировской властях это летом 41 года они там оказались фотографии спецпоселенцев люди все равно приспосабливались вот допустим Екатерина Лефлер из Стреллинской колонии ее дочь осталась в Ленинграде у сестры сестра вместе с дочерью Екатерины была выслана на Алтай вода войны там находилась в ссылке но поскольку сестра была замужем за русским за военным им разрешено было вернуться в Ленинград Екатерина вместе со старшей дочерью и сыном оказалась в оккупации и была угнана в Германию после того как их репатриировали Екатерина могла только приехать и увидеть своего ребенка который уже собственно забыл маму маленьким ребенком уже столько лет и эта женщина и сейчас жила я не называю ее фамилию хотя мы знаем ее она мамой называла свою тетю собственно родную маму она называла мама Катя как мы сегодня называем свекровь или тещу и она вынуждена была жить в Эстонии потому что в Ленинграде не разрешалась а это жители Новосаратовки в Канске а это Александр Ро из Новосаратовки в Якунске там где они находились в трударме или на спецпоселении и вот очень характерное заявление одной из ленинград из ленинградских немок вот вдумайтесь вчитайтесь в смысл я уроженка Ленинградской области и только за то что я немка обречена на неизвестный срок проживать на крайнем севере в чем моя вина я не знаю отечественная война закончилась 9 лет назад даже военнопленные немцы уже давным-давно находятся на своей родине а я советская немка плоть от плоти ленинградского пролетария не имею права вернуться на правах эвакуированы в свою родную пенинградскую область режим спецпоселения для немцев был снят 13 декабря 1955 года но реабилитации нет недоверия к немцам нет большие города им не разрешено вернуться собственно даже и и некуда уже вернуться хотя в Европе уже понимают что что-то с советскими немцами с советскими финнами что-то не так и вот голландский историк очень известный специалист который исследовал историю пятой колонны не только в Советском Союзе а вообще в Европе крупнейший специалист и вот он в 58 году писал что среди обнародованных немецких архивных документов пока нет ни одного который позволял был сделать вывод о том что между третьим рейхом и немцами проживавшими на Днепре у Черного моря на Дону или в Поволжье существовали какие-либо заговорческие связи но Советский Союз продолжал хранить молчание не только в 64 году президиум Верховного Совета СССР вносит изменения в указ 41 года и посмотрите важно это важно жизнь показала что эти огульные обвинения были неосновательными и являлись проявлением произвола в условиях культа личности Сталина в действительности в годы Великой Отечественной войны подавляющее большинство немецкого населения вместе со всем советским народом способствовало победе Советского Союза над фашистской Германией и только в 72 году было снято ограничение в выборе места жительства немцев в Советском Союзе это фотография приехали в родную в Стрельницкую колонию но жить там в то время не разрешалось как выглядела реабилитация это тоже важно поскольку здесь речь идет не только о немцах но и вообще о всех репрессированных народах а именно сначала большая подготовительная работа велась об этом можно почитать мы только называем те документы которые служат вот этой правовой основой для реабилитации сначала была декларация Верховного Совета еще Советского Союза о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов затем было постановление Верховного Совета СССР об отмене законодательных актов в связи с декларацией тогда например был и указ 1941 отменен и на основании общесоюзных документов был принят закон РСФСР тогда еще о реабилитации репрессированных народов к сожалению сам закон оказался несовершенным некоторые статьи даже противоречили почему до конца например немцы считают себя до конца не реабилитированы потому что допустим там такой есть пункт с восстановлением автономии то есть возвращением их территорий но при этом без ущерба интересов населения которое проживает на этих территориях вот эти вот столкновения которые уже были заложены в статьях этого закона и привели к тому что какие страсти раздарались вы помните в Поволжье против восстановления республики немцев Поволжья республику не восстановили были основаны на Алтае был просто восстановлен а под Омском создан два немецких района Азовский немецкий национальный район и Гальпштадтский на Алтае тем самым вот теперь эта тема о восстановлении республики немцев Поволжья уже снята с повестки межправительственной комиссии российско-германская это значит ни Россия ни Германия этот вопрос в принципе не будут поднимать вопрос закрыт вопрос не закрыт мы говорим о том что для правительств двух стран вопрос закрыт мы не говорим о переживаниях самих немцев слушайте что я говорю ладно о том как воспринималось вот уже и закон реабилитации и тем не менее вот эти попытки спрятать концы в воду в официальных справках людям ну извините продолжают морочить голову вот допустим Омская УВД информационный центр вот такую справку выдает в 42 году из Ленинграда лица немецкой национальности не выселялись а эвакуировались и в тылу пользовались всеми правами эвакуированы на учете в органах внутренних дел они не состояли и не считались спецпоселенцами откровенная ложь то есть это с трудом пробивалось через 90-е годы через 2000-е и вот на открытии памятника в 2011 году в связи с 70-летием депортации немцев из Поволжа в Энгельсе бывшем Покровске бывшая столица республики немцев Поволжа устанавливается вот этот памятник мы присутствовали участники конференции на ней и мы видели вот эти пикеты этих организованных людей которые ну с пеной у рта скричали возмущались что этого не должно быть они писали петиции они государственную дома писали что этого не должно быть и памятник это провокация это было крайне неприятно видеть и слышать и вот сегодня когда вот такие призывы звучат мы против оккупации немцами Поволжа они просто безответственны мягко сказаны что сегодня осталось после немецких колоний вот поселок Тельмана Новосаратовка на том переду мы ее видим собственно там уже вот по-моему вот здесь церковь стоит так вот видно и несколько домов еще старые постройки сохранились а в основном это современные коттеджи так же как и соседняя Овцыно ну поселок Красная Звезда тоже коттеджная застройка печально в таком в разоренном виде находится бывшее ветеранское кладбище когда там приходится бывать каждый раз подходим к этому надгробному камню с могилы пастора на котором написано пастор Отто Германт Шталь родился умер любимому пасторю а благодарны колонистам и тем кто там рядом приходит ухаживать за своими могилами а там люди местные местных жителей кладбище стало общегражданским и когда там местные жители вижу вот сюда пожалуйста мусор не бросайте вот здесь написано вот здесь лежит пастор просто что-то приходится делать ну и последнее наверное ради чего собственно вы сегодня собрались и наверное хотели бы послушать что собственно в учебнике как вам в школе обо всем вот этом трагическом рассказывать вот три таких тезиса которые наверное предмет для обсуждения не только для моего рассказа по моему опыту все-таки значительный разрыв между тем что сделали ученые что написано в исследованиях в монографиях в статьях и по сравнению с тем разрыв с тем что мы наблюдаем в массовом сознании средством массовой информации честно говоря далеко не всем и порой и никому не веришь поэтому большая надежда на школу все-таки учебник это вершина айсберга я когда-то сама работала в школе потом ушла в науку я понимаю теперь с другой стороны я понимаю как формируется вот эта истина вот это знание в каких баталиях в каком многолетнем кропотливом труде выковывается какая-то вот одна единственная истина какой-то факт и этот факт еще должен попасть в учебник и понятно учебник вот он же немноготомное исследование а где надо в одном абзаце а иногда и в одном предложении представить детям подросткам совершенно трагические и радостные и счастливые и благодарные но и тяжелые времена и поэтому вот надежда на школу и вся цель и вашей и нашей работы все-таки преодоление этой межнациональной вражды и искусственного нагнетания вот этого неприятия другого чтобы не стояли люди с плакатами долой финны долой немцы а дни блокады это еще не все там будет несколько кадров может быть вам они будут интересны чтобы дни празднования снятия блокады не стыдились немецких надписей и и не отдавали бы какие-то решения о том чтобы вот это заретушировать это убрать вот если вы получите презентацию моего выступления эти списки вы увидите но их можно легко в любой библиотеке самому самостоятельно сформировать вот из этого списка я бы хотела обратить внимание вот на книгу она здесь есть в академии да вот выселились треском немецкий центр вам передал и она там лежит обращаю внимание вот на эту энциклопедию она создана учеными политологами всех европейских стран вот всех тех стран которые вот здесь учебники представляют это очень выверенная книга издана на русском языке а депортации ленинградских немцев намного меньше можно сказать никто еще толком ничего не написал но по отдельным крупицам история все-таки воссоздается и мы ждем вот уже 20 февраля из типографии книгу о ленинградских немцах на спецпоселение в Кемеровской области в немецком центре в апреле будет презентация и можно будет желающим попасть на представление этой книги по Афинам тоже не так много но больше чем по немцам и здесь конечно это монография Мусаева это доктор исторических наук нашего института истории на Петрозаводской и собственно у гильдии несколько книг здесь одну лишь называю некоторые воспоминания о тех трагических трагических времена о реабилитации это две книги реабилитации политические процессы и реабилитацию репрессированных граждан вот книгу Николая Федоровича вам рекомендую там по всем народам и там не только о процессе реабилитации но и о ходе депортации то есть от начала до современности он эту историю прослеживает честно скажу я только видела несколько учебников в интернете несколько старых по которым еще мои дети учились ну свои учебники я не вспоминаю там вообще ничего не было даже никаких намеков об этом не было в 90-е годы появляются и сам термин депортация теперь в историко-культурном стандарте эти термины депортации насильственное выселение закреплены не единственное непонятно что в концепции учебника которая которая строится на основе этого стандарта написано депортация в кавычках репрессированных народов вот эти кавычки меня вводят какое-то в общем я не понимаю назначение эти кавычки если бы кавычки стояли допустим наказанные народы ну да это как бы мы или иносказания закавычиваем да или ставим в кавычках какую-то вот цитату а репрессированные народы которые таковыми и являются почему-то взяты в кавычки но это не вопрос не ко мне мы говорим об учебниках вот то что в начале цитата была приведена в виде где-то на постере она стоит я ее здесь не воспроизвожу но давайте мы к ней она поскольку в учебнике есть то вам с этой цитатой надо будет и дальше работать с конца 43-го года до лета 44-го под предлогом сотрудничества пособничества бандитизма и измены родине с родных мест были выселены калмыки карабчаевцы и другие народы а нет не это не это не эта фраза в таком контексте она там другая фраза была давайте мне хотелось бы ее проанализировать потому что вы с этой фразой работаете пока свернем давайте проанализируем эту цитату широко известен факт преступного наказания за сотрудничество их отдельных представителей факт не отвергается отдельные представители сотрудничали меня интересует последняя фраза еще раньше в августе 41-го года та же судьба постигла немцев по Волжье без объяснения того факта что это была превентивная депортация и ни о каком даже отдельных фактов сотрудничества речь еще не идет просто для вашего понимания обращая внимание на эту цитату теперь давайте вернемся техника в руках я даже догадываюсь о чем вы хотите сказать про сотрудничество отдельных все такое больная тема но ее надо тоже не говорить так вот в прошлом году журнал бицботы издающийся издаваемый издающийся в Москве как раз проводил анализ состояния учебников украины казахстана и россии на предмет депортации немцев поэтому я опиралась вот на эти публикации вот они и такие некоторые выжимки я предлагаю вашему вниманию по россии были взяты два региона там где проживали немцы и массово раньше или сейчас это саратов и вот учитель лицея говорит о своих впечатлениях когда рассказываешь о депортации у детей в состоянии шока азовский немецкий район антон шульц мы расширяем материал о роли немцев на фронтах и в годы войны он приводит факты что например среди защитников Брестской крепости был Вячеслав Мэйер который вот с этими листовками не бывает фашистской свиньи в нашем советском озорозе известен через эту листовку о доме Павлова во время Саленградской битвы само здание это мельница бывшая мельница немца Геркарта а в рамках спецкурса этническая корректность далеко в Сибири рассказывают о немцах блокадного Ленинграда и о вкладе немцев в победу посмотрим на учебники Казахстана но они не входят но это интересно поскольку мы говорим о депортации советских немцев то нужно смотреть на те территории где либо они жили либо куда они попали и смотреть там учебники и вот наиболее выгодная ситуация на мой взгляд составители учебники Казахстана ну во-первых априори Казахстан это принимающая страна да то есть в этом уже выгоды то есть они не несут этой коллективной ответственности за то что сделано было в центре а дальше тезисы их современной национальной политики политики толерантности депортация стала одним из факторов формирования многонационального казахстанского общества позитивно звучит да да депортация но мы восприняли одна страна одна судьба да в будущем мы вместе тоже позитивно звучит а вот высказывание отдельных историков здесь уже такой политический налет история казахов тех лет мало чем отличается от депортированных народов наверное не история а положение казахского народа вот в те годы наверное было бы правильнее сформулировать или например вот защищается диссертация кандидата исторических наук и в заключении пишется в годы тоталитаризма казахский народ смог отвергнуть политику сталинизма выбрав общечеловеческие ценности выше правительственных установок понять и принять незаслуженно наказанные народы ну можно вот так вот парировать что мнение казахского народа вообще и не спрашивали выше они были сталинизма или ниже на каких позициях они стояли ну вот понимаете это вот задним числом наше осмысление истории оно иногда ну как-то кособоко и современ такая сложилась современная культура исторической памяти когда главными действиями в годы войны это были действия сопротивления ни сотрудничества ни уступок ни участия в каких-то репрессивных акциях а вот в памяти народа ну как и в человеческой памяти в нашей психологии мы плохое забываем или оно притупляется хорошее мы лучше помним иначе человеческий организм не выживет в этом негативе так и память народа видимо строится да и вот посмотрите конкретно о событиях нужно сказать что учебника Казахстана по сравнению допустим с Украиной в Киргизии вообще ни слова об этом не говорится а в Казахстане все-таки довольно часто говорится о немцах и в момент переселения в начале 20 века и в связи с депортацией ну вот как события 79 года когда пытались из центра на территории Теленоградской области создать немецкую автономию ну взамен Поволжской республики в Казахстане и вот в центральном Казахстане наибольшее число депортированных немцев оказалось Караганду вообще называли такой столицей немцев Казахстана казахи выступили в тот момент против этой автономии но сегодня это преподносится не как неприятие немецкой автономии а как игнорирование интересов казахского народа то есть немцев тогда сделали уступку а угнетенный казахский народ в 79 году должен был защищать свои права таким коллизием подвергают детские умы хотя это еще в научном мире даже однозначной оценки нет а дети должны вот это уже как-то осмысливать ну понимаете под определенным углом учебники Украины ну вот в связи с событиями 14 года сейчас один за другим идут конкурсы на составление новых учебников ну вот при таких темпах наверное до старших классов не скоро дойдут понятно что в центре учебников история Украины это понятно это правильно да у нас Россия и многонациональный российский народ и возможности для региональных аспектов есть в программе здесь в центре Украины это не оспаривается автор статьи об учебниках Украины много там сюжетов приводит он широко говорит о национальных меньшинствах и вот например о коллаборационизме поскольку термин очень широко трактуется вплоть до бытового коллаборационизма то украинский учебник пишет что немцев извините украинцев там было около трехсот тысяч а остальные в большинстве составляли русские это 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 цитата из учебника то есть исследователи когда вот в этой энциклопедии изгнание депортации слово коллаборационизм на слово коллаборационизм очень обширная статья и исследователи приходят к выводу что сегодня этот термин слишком широко трактуется от того что мы уже в античную историю этот термин переносим и в таком контексте он утрачивает смысл а вообще коллаборационизм возник в 40-ом году в связи с отношениями между Францией и фашистской Германией вот откуда растут растет да вот там кори и сначала этим термином описывали предосудительное сотрудничество с оккупационными властями предосудительное если мы понимаем что европейская территория находится под оккупацией и гражданскому населению как-то надо жить мы начинаем оправдывать то что люди делали в то время можем ли говорить о коллаборационизме если ты с оружием в руках на стороне оккупационных властей если ты там служишь в полицейских отрядах и так далее то есть это очень такой немножко уже размытый термин а вот в таком тексте когда еще и бытовой и еще есть и сексуальный коллаборационизм ну понимаете да доблестные французы которые оставили Францию вернувшись что они делали с женщинами да стригли их наголо наголо там дегтем их вымарывали в перьях их вываливали где же вы были защитники в то время когда женщины остались на оккупированной территории то есть вот в таком широком трактовании получается да русские главные коллаборационистами мне неприятно может быть это и факт мне неприятно в учебниках много о холокосте сказано совсем мало о фолькстойче но как раз вот украинские немцы немцы северного причерноморья их было много определенное время жили под оккупацией и только в конце весной 44 года их начали выселять в Германию здесь наверное можно было бы больше объяснить а вот о депортации немцев из Крыма вообще речи не идет а акцент делается на выселение крымских татар понимаете вот тоже такие политические нюансы вот крымские татары это такая карта важная в политике разных государств поэтому делается акцент а другая часть истории Крыма замалчивается но не отвергается и к счастью и правильно делается вот это доброжелательное отношение советских людей в Сибири в Казахстане по отношению к эвакуированным и последнее надо ли говорить Анна вначале задала этот вопрос наверное мы его как-то обсудим а если говорить то что говорить когда я готовилась к нашему семинару мне в ютубе попался попались фильмы сначала один потом я посмотрела это целый был проект состоявший из четырех фильмов он так и называется возьмите на заметку может быть вам будет интересно следы принудительной работы в постсоветских городах для анализа выбрали Карганду Тайшет Магадан и Колыму в целом я посмотрела три Магадан я не посмотрела три началась Карганды одни и те же вопросы задаются молодым людям вот которые еще учатся старшеклассники которые вот только закончили ну и видно что это молодой человек то есть обращение к молодежи что ты знаешь о своем городе слышал ли что-нибудь о лагерях что построили заключенные рассказывали ли вам об этом школе и последний возможно ли лагеря в будущем проанализировав вот эти три фильма ну такое резюме могу свое сделать что примерно половина знает другая половина ничего не знает о таком страшном прошлом их мест в больших городах меньше знают в маленьких городах больше знают понятно да потому что территория просто география города допустим в центре спросить или на окраине это разница а в том поселке допустим тот же тайшет или в колыме выбрали там вообще маленький городок который и возник то в годы большого террора там конечно все знают половина говорит о том что им что-то в школе рассказали но они так смутно помнят что-то а в основном знания от местного населения или из семьи вот что построили заключенные опять же в больших городах практически ничего не знают а в маленьких поселках потому что это все на глазах и это стоит они могут провести экскурсию эти дети и последний вопрос возможно ли лагеря некоторые подростки говорят вернее отвечаю за взрослых один такой задумчивый мальчишка ну парень из долинки это был центр карлаго как вы помните он говорит а мне это очень важно чтобы их не было и мне важна эта история потому что я теперь знаю как мы славяне оказались вот здесь в Казахстане но самый пронзительный ответ дал мальчишка он сказал ну знаете сегодня же мир напичка натомном оружии а зачем лагеря если можно просто всех убить бомбой мне так стало страшно я так понимаю как глубоко мыслят дети они может быть это не артикулируют когда их не спрашиваешь ну как в их сознании это преломляется когда они знают что такое лагеря он говорит а зачем так мучиться в лагерях если можно просто то есть давайте тогда просто всех убьем этот ребенок живет в долинке вот там сейчас есть музей этого лагеря замечательный музей мамочкино кладбище все там это сохраняется и сама вот история этого поселка этих детей воспитывает и прекрасный учитель был в тайшете я завидовала его ученикам он каждый сарай извините мог описать рассказать и он детей же вот водит он объясняет что было это не связано с депортацией но не важно мы говорим о том режиме о тех репрессиях потому что в силу ли репрессий 37-38 года в силу ли депортаций многие люди оказались вот этих районов крайнего севера неосвоены и посмотрите БАМ начинает строиться в годы большого террора это мы знаем БАМ и рассказываем не знаю сейчас рассказываем или нет но мы рассказывали когда я преподавала вот БАМ он тогда строился о том что он начинался в 37-м году что-то говоря я и сама не знала в то время я не знала а сегодня мы об этом говорим поэтому вот через этот негатив к позитиву вот это преодоление прошлого вот это переваривание вот этих трагедий все-таки что-то должно в памяти людей остаться положительное позитивное и вот этот рабский труд всех этих людей может быть наконец-то признать что это был действительно вклад вклад в победу вклад в развитие страны в развитие твоего города твоего посек если вот мы через такой позитив и этим позитивом будем заканчивать то может быть вот эта травма она будет глубокой может быть до шока да но она сглаживается потому что очень сложно говорить об одном травмирующем событии если оно перекрывается другим и вот ну если мы возьмем масштабы вот всей блокады да ну казалось бы ну депортация нескольких тысяч человек ну это какой-то ну вот сюжет ну сколько там людей погибло а вас спасли да так и в газетах писали в ответ на мою книгу понимаете мы не совсем выздоровели от этого прошлого если мы каждый раз будем вставать на позицию оправдания вот того режима мы можем и фашизм оправдать ну давайте встанем на позицию Гитлера встанем на позицию Сталина да усугубляет то что это в годы войны происходит и мы никак не можем определиться с итогами войны да мы готовы осудить Сталина но когда мы говорим о победе без Сталина мы не можем это очень серьезная проблема я представляю как вам тяжело науру и как трудно детям не случайно в этом списке вот этих сложных проблем вот в стандарте и в концепции учебника которые в конце приводятся вынесена в отдельную позицию национальная политика там нет среди дискуссивных вопросов депортации но депортация как часть национальной политики Советского Союза входит вот в этот очень сложный аспект нашей истории вопросы комментарии пожелания прошло здравствуйте можно сидя да вы не против меня Станислав зовут я впервые ощутился на вашей замечательной лекции мне очень понравилось вы замечательно раскрыли тему у меня впоследствии возникло два вопроса первый это вопрос касательно вашего личного отношения я сразу же сформулирую когда разбирали вопрос с учебниками разных стран вы очень заострили так вот скажем свое внимание на том что в Украине сейчас трактовка следующая было 300 200 тысяч украинцев сотрудничих и очень большое количество русских людей и вам лично это вроде как неприятно но казалось бы это уже получается некий ангаж мы же должны беспристрастно смотреть на вещи но если было их конечно больше нужно признать да там был миллион поскольку любая дискуссия плодотворна когда мы точно понимаем термин украинская историография широко трактует коллаборационизм и я слушала даже доклад человека из Днепропетровска по этой теме я участвовала в этой дискуссии когда он говорил там вот этот сексуальный коллаборационизм ну поэтому личные отношения вот через то что я этой темой не темой войны я историю немцев занимаюсь с 89 года основная вообще-то моя тема и мои диссертации связаны со школьным образованием российским такая миролюбивая тема но так судьба меня развернула вот к этой теме да и я как бы вот теперь несу за нее ответственность это касается что личного что касается вот моего такого обостренного и большая часть мне бы хотелось тогда чтобы там стояли цифры в отношении других народов вот так по-честному да то есть сначала мы все-таки уточняем термин и по-честному будут стоять цифры знаете вот историки такая тяжелая и последнее время опасная профессия вот ну не нравится мне ну это факт история наука фактов прежде всего да а потом уже наши интерпретации ну не нравится ну подумай свободное от работы время сознаете что это неопровержимо да но мне бы вот там не хватает чего я сторонник не абсолютных цифр а относительно если вы видели вот эту таблицу да если мы возьмем абсолютных цифрах там немцев столько пострадало русских давайте соотношение населения это справедливо тогда мы видим что поляки пострадали больше всех нравится нам сегодняшнее больше не нравится мы будем честными поэтому я за честную интерпретацию любого факта и второй вопрос если позволите уже касательно непосредственно прям материалы покровче да второй вопрос если позволите касательно именно материала то есть меня просто зацепила вот сама такая тоже трактовка в общем нацистский режим он осужден он признан как бы преступным режимом безусловно он совершал преступление но даже исходя из материала который мы сегодня обсуждали то получается что и большевистский в общем-то режим совершал практически те же самые преступления но да но просто менее как приподнятая тема и выходит так что немцы жившие на территории российской империи советского союза оказались между двух огней и мы как бы вроде пытаемся их немножечко почистить сказав что большинство из них как бы не сотрудничали оказавшись на оккупированных территориях но по большому счету они полное право имели сотрудничать потому что пришли а их кровные братья б они не видели и не слышали о преступлениях нацистского режима понятно что никто им об этом не говорил но они на себе испытали преступления сталинского сссра они были депортированы по несколько раз они гибли в этих скотских вагонах безусловно то есть как бы с чего мы вообще можем предъявлять им какие-то претензии на тему того что является ли сотрудничество с милосеми оправданием для них я как бы к этому и веду то есть они имели полное право не воевать за советскую сторону это уже личное желание и воевать за вторую сторону я к этому не веду построила так свое выступление я стою на оправдательной позиции вы это заметили я все время ну как-то вот это подчеркивало вопрос о сотрудничестве вот та фотография вот эти я сказала что к вопросу о сотрудничестве она со старшей дочерью и с сыном были угнаны но я не сказала хотя в книге об этом написано что вот ее сын муж был репрессирован мальчика потому что он сын репрессирован не приняли в ленинградский воз и когда пришли фашисты он стал у них переводчиком он ушел если маму и сестру угнали то он ушел с войсками как переводчик а чем его жизнь закончилась с богополучной германии он покончил самоубийством я не знаю я лично не знакома была с этим человеком но вот этот сам финал потом мы опять возвращаемся о сотрудничестве да есть почему мы отказываем возможность этого сотрудничества мы осуждали мы говорим о депортации и ее связи с сотрудничеством превентивная депортация по волжье ни о каком сотрудничестве речь не идет да это понятно да что произошло с теми немцами которые оказались на оккупированной территории у меня это почти не прозвучало там оказалось сейчас память не изменяет прилично несколько сотен тысяч советских немцев начиная от Прибалтики Украины ну условно условно назовем там ну 400 тысяч да ну там 300 тысяч не помню этих цифр у них был статус фолькс то есть миграционная служба их фиксировала списки заносила теперь в зависимости от твоей благонадежности они там разделялись на три группы по-моему выше это было О Ост потом там что-то Л и С С вообще выселяли это ты плохой немец и даже для Германии ты там не нужен определенной группе давали гражданство в другой группе ну мы посмотрим как ты ведешь в течение 10 лет вопрос о гражданстве решался да теперь когда пришла советская армия ну вы помните Ялтинская конференция державы соглашаются с тем что по окончании войны они население начинают возвращать вот на основании этого соглашения что делают западные державы со своей территорией они выдворят ведь бежали в западную зону бежали они оттуда выдворят и советским оккупационным властям передают советских граждан это была трагедия вспомните трагедию в Лиенце помните я все я там проезжаю на доме в город и все на это кладбище хочу попасть но эту трагедию я уже почти наизусть я уже географически представляю каком месте чисто мост не все знают объясните о чем речь но это когда английские войска передавали советским властям белоказачество которое оказалось на территории Австрии и это произошло вот в местечке Евгенце их обманом выманили на переговоры самоубийство на этом мосту уже начали происходить а потом и женщин и детей всех то есть это даже не те это иммиграция белое казачество но они были они не советские граждане но они тоже были выданы советскому правительству то есть вот эта лепатриация она проходила по разному вот есть воспоминания одного жителя стрелянской колонии мы предлагали да ты останешься тебя там изничтожат я бывший коммунист я не могу когда возвращали проходили фильтрационные лагеря где определяли уже там степень твоей лояльности к тому режиму и к этому немцы априори были не лояльны и они были отправлены вот на то самое спецпоселение которое в 1948 году закреплено поэтому фильтрацию все проходили и русские и все народы кто оказался угнанным в Германию да ну вот по степени кому-то допустим не разрешалось свои места возвращать немцы все были отправлены в коме или еще там дальше вот это вот бесконечное наказание за то что ты оказался в оккупации ну просто оказался в оккупации и тебя угнали ну хорошо давайте вот представим а что делать всей стране уйти в партизанские отряды лесов столько нет да кто будет кормить партизан то есть вот эта трагедия гражданского населения она еще не исследована она не переработана она мне кажется вот как мне не хватает памятника блокаднику мне не хватает памятника гражданскому населению ну опять зададут вопрос ну вы же там сексуальные коллаборационисты ну что-нибудь в таком роде обязательно мне скажут то есть вот эту сторону в этой части истории и вот трагедия фолькстойча то есть вот эти кто оказался знаете любой мог сражаться и там и там в первый год войны как говорят некоторые исследователи так вы посмотрите там война отечественная вторая мировая и гражданственная я не специалист по войне но я знаю автора который это почти что утверждает потому что вот это неприятие советского строя и ожидание что ну вот вот колхозы ровнут и так далее вот эти ожидания были и когда уже вот совсем плохо стало все-таки эти настроения отступили если можно обратить еще внимание вашего как раз на учебнике Чехии Польши где вот эти вопросы очень по-разному рассматриваются как раз литовцы пишут о том что людей сотрудничество с советскими властями открыто назвали колаборационистами хотя всем известно что с 1939 года они считались советскими гражданами и до сих пор вот эта проблема в Литве она в учебниках подается очень точно что это две оккупации то же самое в Польше германии советская оккупация общие черты почти то же самое в Чехии тонкая игра между сотрудничеством и сопротивлением вот кстати о Польше и о Германии ведь у них еще в 72 году была создана германско-польская комиссия по учебникам и уже тогда они начали над этим работать и только вот в последние годы после объединения Германии они вернулись на другом уровне две страны не просто вот историк один с другим а вот два государства пытаются понять что же с ними произошло позволите еще маленькую вопрос у меня просто безумно на самом деле сегодня интересная коллекция и столько рождается контента да 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 то есть как бы а скажите вот как вы могли бы прокомментировать у меня вообще как бы соприкасаясь с такими пластами истории с какими-то темами существует какое-то мнение что мы я русских скажу все-таки в первую очередь и включающих все остальные народы мы какая-то такая странная нация мне кажется мы недовоевали мы до сих пор делим на своих и чужих прошло уже там скоро 100 лет нужно сказать будет еще там 20 лет и 100 уже будет то есть а мы до сих пор хотя и там были русские и тут были русские там были там русифицированные немцы скажем так то есть русскоязычные наверное по большей части все-таки то есть они все-таки относились каким-то образом вот к русскому этносу и к тому и виду что мы их делим а зачем то есть ну у каждого русского мы уже понимаем что человек безумно сложное существо у него куча мотивов может быть куча своих каких-то врожденных взглядов зачем нам делить на своих на чужих это просто трагедия русских людей все русские все были по-своему правы и виноваты и большевистские русские и про немецкие русские скажем так то есть там ну есть цифры что около миллиона русских людей активно с оружием в руках сражалась в рядах вермахта то есть я к этому и веду что может быть уже пора бы какое-то гражданское общественное примирение еще время не навоевали знаете в том смысле что вот это прошлое не переработано вот посмотрите опыт германии когда они сдали вот это с нацизма то есть вот первые годы это еще как-то спокойно было а вот уже в 60-е последние годы ведь школьникам возят в Дахау в обморок падают дети я как-то была рядом в Дахау и была давай заедем я с нами нет 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 мы не сможем у меня как историку да я хочу посмотреть а ты на фотографиях все увидишь то есть вот эта вот сопричастность это и у нас было меня тоже во втором классе возили в Латвию в Саласпилс да то есть там были школьные экскурсии это Латвия а Германия она я была ленинградская школьник который проводил лето в Латвии в лагере нас возили это был 82-й год да 84-й нас возили в Латвию германия германия преодолевает поэтому она и преодолевает даже отрицание холокоста преследуется законом да вы это знаете она значительно дальше других прошла этот путь по преодолению своего прошлого мы наверное где-то в середине то есть сейчас ну я вот в немецком центре читаю лекции ну меня просят читаю просвещаю и вот тоже священа была блокаде я не знаю кто у меня в зале сидит встала одна дама и мне в укор говорит ну что же вот про немцев про немцев мой русский я опешиваю лекция посвящена немцам мы же давайте лекцию о русском то есть у людей сейчас как-то не выгорела еще вот эта память а кто больше пострадал потому что об этом замалчивали да вот о страданиях хорошие книги делает изольда иванова о мясном боре вот если кто-то вот эта вот трагедия второй армии вот этот ужас едем в Новгород и его останавливаемся мы идем к этому месту да вот и стоим и вот слезы там наворачиваются да и у нее книга за блокадным кольцом по-моему когда она собрала воспоминания гражданского населения которое оказалось в оккупации такие вещи для историков для учителей для просто читателя потрясающие около брацонизма около брацонизма и вот поскольку об этом не говорилось ведь ведь кто историю пишет победители историю написали военные да мирное население но и не давали им слова и поэтому вот эти всплески неприятия оно ведь не официальных лиц идет мы же не можем сказать что у нас где-то там бывают какие-то нитей указ в ленинградском правительстве но не об этом а вот это неизбывность да вот это не уже в хроническую стадию перешедшая память о которой человек только в семье и может сказать мне кажется вот здесь корень надо может быть больше об этом говорить и тогда мы поймем и сравнивать слушай твой сосед вот он вот так страдал а ты вот так давайте посмотрим где мы вместе страдали что мы вместе делали в это же время наверное что не знаю но вот просто гражданская позиция каждого вот что можешь то делай да не можешь с ножом на паровоз расскажи соседу про свою семейную историю может быть начнем с соседей может быть примитивно такие вещи сейчас может быть примитивно вопрос скорее реплика ну дело в том что я на четверть немка ну что бы мог сказать папа мой Краснов Иван Иванович кто догадается что он наполовину русский на счастье бабушка моя немка чисто она естественно получила фамилию Краснова Э.Ф кто знал что это Эльза Фердинанд никто да ну в общем повезло они оставались с дедом оставались в Питере в Ленинграде блокадном и на счастье да а семья наша геологическая нас 16 человек геологов ой даже 18 ну я когда-то напишу конечно об этом если ты живу и о русско-германской семье это вообще что-то так вот бабушка вот это вот она ну естественно они поженились где-то в пятом году с дедом или ну что-то около и потом пережили вот этот голод революцию там все вот это это вот голодуху вот эту жуткую и она заставила папу писать дневник вот в 29 там каком-то вот ну в общем вот в эти годы это был ужасный вот эти лошади там значит падали на ну он помнит как раз лошадь павшую на литейном мосту там и так далее так мы геологи и вот я записала я вам это дам этот текст потом мы уже путешествовали всюду всюду и вот я записала со слов нашей ну скорее мужа так вот значит коллеги с которой они путешествовали по рекам сибири и вот они встречали бесконечно вот этих переселенцев немцев да вот там тут и так далее и какой это был народ удивительно вот проходишь вот значит ну буквально там несколько деревень вот например там на реке Лена да там поездка значит поселок Чапаев Жидай ниже Ленска они идут в кино она удивляется что очень много людей да ну в смысле женщин одеты очень прилично такие настоящие дамы и в кружевных воротниках и вообще такие какие-то она недумевает а потом когда ну это было 50-е годы конечно 50-60-е вот и это немцы немецкие переселенцы какие а вот испарголов потом это выяснено было они пошли в баню и там вот она женщина сетево красноярском крае где-нибудь на есей ну лена вот а потом в другом поселке там деревня нюя тоже на лене и ну вы же сами понимаете голодуха в стране там да ну консервы получают там значит каши там всякие разные надоедает это все хочется свежих овощей вот в этой деревне вот Лидия Фрицевна как она уцелела это вот будет облакаде это я там вот отдам в основной текст она значит как она уцелела это вообще чудо просто Лидия Фрицевна Штейн да потрясающе совершенно и отец тоже ну отец умер давно сравнительно они начинают обходить вот эту деревню с поисками просто место где купить вот этих овощей свежих в одном доме нет в другом нет 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 и в конце концов последняя калитка открыта женщина красивая ну вернее большая там значит стоит около этой калитки и вот спутница Лидия Фрицевна ну повариха она ее Лидия Фрицевна ну попробуйте еще попросить последний раз вроде как у последней женщины и та услышала вот это имя и фамилию ну в смысле имя отчества отчества Лидия Фрицевна она открывает калитку и вот весь рюкзак заполняет овощами мало того говорит где вы остановились а вот в палатках там на краю деревни вечером к вам приедет машина заберет вас и вы будете жить у меня вот они вечером приходят туда приезжают действительно приехала машина забрала их а эти мужики особенно довольны и спят под перинами а первый раз в жизни когда я первый раз спала я спала рядом потому что ну мне жарко вот это удивительно ну а я вот как на четверть немка мало того так получилось что ну мама очень хорошо понимала она пришла же в русскую германскую семью так она очень любила свекровь очень и она понимала значение языков она нас с братом учила этим языкам поэтому я хорошо говорю по-немецки и хорошо говорю по-английски почему потому что с трех с половиной лет я учила это у Елены Михайловны Римской Корсаковой да-да это вот эта семья еще один такой вот штрих извините вы закончили почти я так решить еще хочу завершить все-таки особые черты что мне не нравится ну да и я вот так получилось что в детстве я должна была дома говорить ну правда не с родителями с родителями только русский язык был да и с дедушкой тоже русский язык хотя бабушка у нас умерла во время войны но вот у нас жила ну типа домохозяйки что ли так вот отель бернардовна ну ее фамилия глазова по мужу и он был репрессирован и как-то мама так вот этих вот репрессирован почему-то потому что папа сидел в 38-м конечно ну чудо спас Берия в данном случае и вот я как-то все время вынуждена была говорить по-немецки да ну она вела хозяйство научила меня готовить там то и сего так что я очень ей благодарна естественно но что меня вот отталкивало как бы от этой немецчины что называется да меркантинец вот это вот это вот деньги кошмар какой ужас ну я просто помню когда я первый раз туда приехала в Германию по обмену мы приехали по обмену сначала со студентами а потом уже через некоторое время приехали я приехала по приглашению вот этих геологов и мне говорили что ходят в гости родственники приносят с собой еду ну вообще для нас это бред какой-то современную Германию и ваши воспоминания связанные с Сибирь наверное это все-таки разные мы уже на Германию перешли да спасибо когда термин термин у них все мусульманки т т т т термин 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 талончик да там очередь там это все термин но настолько надо нет ты в гости за поводом записался то надо потом как-то это разрешать да там этот порядок возведен некий абсолют ну вы хорошо подметили вернее дополнили наше рассуждение о том что все-таки стараться лучшее русская душа широка вот если посмотреть как формировалась российская империя среднюю азию покорили но многие народы добровольно вошли да и приняли и и нормально вот месяц назад я узнала одну историю так лично глубоко потрясла в общих чертах она заключается в том семья казахская и я знаю эту семью даже мальчик получила когда-то да и теперь выясняется что вот эта тетя аня глава семьи на не казашка на не облкасова она ирма вольф на немка по волчьям и она стала об этом говорит это вот лет семь назад ну как так уже в девяностые годы все сознали что они евреи что они литовцы что они немцы все вот этот страх быть немкой а может быть вопрос не поднимаются я там сыном переписки состоял этом рассказывает объясняет но я пытаюсь понять ее состояние вот ее удочерила казахская семья они были высланы из повозок из маркштадта попали в окмолинскую теперь селеноградскую область буквально через пару месяцев умирает отец и еще через пару месяцев мать и она остается сиропой 13-летняя девочка ее казахи удочеряют и нельзя было и как-то я не знаю когда этих нквд-шников уговорили и тогда ей сказали забудь свое вот немецкое она столько лет утверждает что муж не знал да муж казан дети не знаю никто не знал ну вот какой-то момент муж умер может быть стало тяжело когда уже думаешь о вечном но вот как-то тайно надо вот наверное все отпустить я спрашиваю дети у них иван николай это не у нас казахскими на паспортах мы просто вот так вот как вы восприняли то нормально восприняли племянник сказал бабушка ты давно сказала что ты не как мы больше все были в германии то есть вот действительно казахстан там отдельные какие-то националистические моменты уберем они действительно приняли все народы там и чеченцы и корейцы и немцы и русские отсыли на все там все тогда особенно вот центральный северный казахстан поэтому казахи действительно приняли тепло приняли всех оба курят и даже вот так вот удочерили и она в память я думаю об этой казахской семье она не могла как бы предать вот я снова стану нем когда она вроде совсем прошлом она рассталась родителей нет сестру она найти до сих пор не может пропал человек она жива она жива вот жила спасибо пожалуйста хотела сказать большое спасибо за поступление за использование личных историй и цитат этих вот и снимков потому что часто все остальное забывается а вот эти личные истории остаются как в памяти и я внезапно вспомнил я училась в немецкой школе и у нас ни с того ни сего на немецком почему-то мы стали читать письмо немецкого солдата и она как-то осталось в памяти чему-то именно сроку немецкого а не сроку истории солдат там немножко совсем было то что он по-моему пишет маме что больше никакой музыки у меня ампутировали руку и это так принесло такое впечатление и может быть это действительно вот та самая этническая корректность вот или то что западает как-то в голову именно то что остается и потом доставляет мысль в школе выставка учеников это полисало где-то даже специально в каких-то школьных программах указано чтобы необходимо знакомить детей с микроисторией с семейными воспоминаниями мне почему-то кажется что не очень я знакома сейчас ситуации но что у нас не хватает чуть-чуть этого каких-то личных истории они ничего более захватывающего и пронизывающего впечатляющего не придумаешь как это фото четырех людей петер кофе все погибли я не знаю такое мое соображение что очень бы хотелось не вне вне связи с учебниками какой-то каких-то личных историй а их блага можно много они публикуются как-то как-то машина допустим списке которые я вам предложила эти книги можно в немецком центре взять допустим воспоминания детей немецкого происходения блокадинг есть книга стрельницкой и новосаратовской колонии которые составили сами потомки это не история от историков эта история от людей там масса воспоминаний и допустим я своих исследований и в своем там выступлении сегодня просто время не позволяла но в других выступлениях допустим использовать эти воспоминания я там сегодня пыталась этот угон скота там такой огромный сюжет как они перегоняли этот скота там это уже фашисты куда мы они как вернулись и когда допустим это извините вот когда вот раз так просто русский человек их так было много и и потом да это обыденно но вот все гнали когда вот другой человек другой как-то от национальности под каким-то другим углом начинаешь смотреть а ты-то чего там дело ты тоже газа гонял я была на конференции в пашихоне меня судьба нанесла туда ну потому что мой историк герой писаревский писавший о немцах колонистов родом из пашихоне и поехала туда там какая-то учительская конференция там слушать учителя я была потрясена их конференции я так их полюбила учителей которые вот об истории школы рассказывают и вот слушаешь историю школы понимаешь как вот ярославская губерния пашихонский уезд вот уже скухожился до нильзы нету уходят люди вот и все такие гостеприимные все пытаются что-то вспомнить что-то там немецкое вот так это у нас учитель был немец и вспомнили в пашихоне вот из таких вот репрессий из какого-то там сельца учительница при его спешила на автобус к знает а ведь у нас тоже были финны несколько человек давай вот об этом рассказывать такой теплотой люди вот они могут под этой всей истории не знают как страдал весь народ перед глазами была вот эта частная история вот этот учитель или вот этот сосед который да был финн чисто русском селе это такой нонсенс да что-то необычное вот этот фильм советский советский но я его люблю долгая дорога в дело помните латышку про эту семью но пронзительная ведь история это это вот собственно настоящая история мы сейчас отвергаем советскому давайте вот шелуху посмотрим уберем и посмотрим что там было хорошим вот об этом если заканчивать на каком-то но положительном примере все-таки у ребенка это не ощущение что я иду к дну какая-то опора появляется что нет видела фильм совсем не к теме может заканчиваем разговор про экологию и вот наше будущее 2075 год на канале культура может быть видели как весь мир африка европа канада спасают мир там последнего белого медведя вот эту пустыню и вот заканчивается на пошел дождь вот эти вот арабы которые пропустили через фильтры под дулом автомата во францию они спасают эту воду и вера и виноградник будет расти с них спасли вот эту воду климат поменялся все пустыню превращая средний китают кого-то заливает где-то нас вот то что они дружно и эти иммигранты беженцы и запреки для этой француженки для ее виноградника собирают вот эти крохи воды в цистерну у нее отец умер она как же дальше это посмотри а там цистерна с водой и вот на таком апофеозе просто знаете да вере что наверное если мы возьмемся все вместе мы и планету можем спасти и наших людей наши души может быть мы перестанем тыкать говорит ты вот такой ну да все люди другие все люди другие вот это важно наверное ребенку в первую очередь я очень рада что молодежь сидит в зале потому что те кто 90-е годы заканчивал школу и потом все говорят вот такое бездуховное без опора уже но мы ладно пионеры комсомольцы октября этому поколению то опера оперяться нечего никто не хотел то лучше в киоске сидеть деньги буду считая зачем мне это учеба сейчас это повернулась другую сторону и слава богу и большая на вас ответственность на учителя по старинке так переживаю учитель спасибо вас еще какие-то вопросы комментарии соображения знаете мне кажется что наша общая задача это сохранять вот эти вот кусочки памяти яркие ну вот как вот воспоминания детей блокады до немецкого происхождения и так далее такого типа мало того просить детей вытягивать из своих дедушек и бабушек вот я просто наблюдала как это происходит вот сейчас блокадные ты сам но они уж умерли там и все такое прочее но все-таки защищали как бы город там и прочее и вы знаете интересно получается ведь вытягивают из нас у нас как будто собрана работы детей как раз посмотреть на публикации которые делают по итогам конкурса человек в истории очень много когда можно спросить то вот тут вот женщины сидели они какие отношения имели к немецкому народу или они просто так не поняла что мы не знаем они посетили и ушли да никто посетила тут женщины сидели на первых видов ну вот лариса окно ли она активистка немецкого движения да они так себе повелим нам очень странно но поскольку они сидели группа я думаю это злорез и пришли люди это суши только слышать потому что я думала мы с ними пообщаемся какие-то нет я не я не знаю а просто вот о формах работы и об этих воспоминаниях нас однажды была молодежная такая конференция ну выступали мэтры и были аспиранты и старшекурсники с семейными историями и это был условно мастер-класс они читали и поскольку это будущий историк то мы вот эти слои памяти да и верификацию вот этих факт вот что говорила бабушка что было на самом деле для меня это было очень интересная такая встреча с молодежи потому что что происходит молодой человек который становится историком он еще глубоко в науку не погружен еще в рамках учебника в рамках лекции остается такая встреча с учеными ему на пользу и нам на пользу потому что мы видим как может искаженно сформироваться его сознание поэтому может быть в рамках углубленного курса или там детей которые хотят стать ну не знаю филологами или там историками какой-то я не знаю ну мастер-класса вы как специалисты привлеките кого-нибудь и давайте вот эти воспоминания и не просто вот как надрыв души как память да как предмет как часть истории проанализировать может быть вы и даже подскажете а что было с человеком потому что он что-то вот описывает вот что-то вот что-то было даже маргарита рей вот мы на поезде приехали в кабону я сначала думаю так ну да приехали была же железная дорога потом стала сопоставлять факты железная дорога то через ладогу 43 а это марк начну на кокарево просто ну по ошибке да не кокарево то не доехали а дальше они на машину но это какая-то часть может быть просто опечатка было у него а вот с молодыми людьми целый день работали собранным материалом может как форма очень важная на самом деле работа и есть опыт например московского мемориала youtube-канале уже обороны и блокады львенграда выложим мастер-классу александр поливановой сотрудника московского мемориала приезжала к нам еще на конференцию и вот ровно эту тему устная история частная история прекрасная вещи но она всегда нуждается проверки верификации на чем рискуем упасть в другую крайность и надо официоза и государственности перейти к таким вот бабушкиным рассказом на кухне и это тоже не самая прекрасная вещь то всегда вот эти две крайности они должны быть в равновесии да и частная история проверяется документальная документальная подтверждается и не подтверждается час поэтому это конечно надо поэтому даже если вы в рамках там своей школы или межрайон на к и так такая вот конференция был вы даже опубликуете но тогда с комментариями да это не зафиксировалась как вот априори истинно потому что наша память подвержена обстоятельства поэтому но вот эту личную историю семейную ни в коем случае не надо исключать она дает вот такой дополнительный живой сами понимаете даже вот нас историков учили и сейчас попробуй найти но если это ближе к современному конечно если ты пишешь про десятый век до нашей эры потомков не найти но если вот какую-то такую потомка найдешь или вот живую историю ставишь это не просто ярко ну и дополнительный спасибо большое елена васильевна можно презентацию оставить вашу распространить да мы тогда разошлем да те адреса электронные которые были были в рассылке по глухостому ничего на очень евгения сегодня сделать не хотела сразу с фильмом сделать но пока еще не успела его смонтировать да я вам могу просто еще вот кого-то заинтересовала сейчас масса электронных библиотек во-первых есть электронная она небольшая библиотека нашего немецкого центра drb . латинский . вы там библиотека сейчас обновляется большая электронная библиотека на сайте ну у меня там просто этого нет но как-то я могу еще что то есть библиотеку не надо ходить а можно дома все это и она тематическая библиотека если интересно если для ленивых можно просто зайти посмотреть она в открытом доступе просто посмотреть вы в библиотеке может быть какую-то литературу и в немецкий центр там стоит выставка посвященная 250-летию немецких колоний там петрикирхи еще в стадии реконструкции орган устанавливают но она там на три соли стоит если будет сильное желание можно экскурсию провести ну или просто вот зайти посмотреть она в открытом доступе просто посмотреть в их библиотеке может быть какую-то литературу вы найдете вообще много сейчас пишут главное чтобы читали спасибо спасибо будем рады видеть вас через неделю мы будем говорить о блокаде спасибо большое до свидания